Пусть увидят во мне красоту Христа, Всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, прийди, Все во мне извини, Пусть увидят во мне красоту Христа. О, Дух Божий, прийди, Все во мне извини, Пусть увидят во мне красоту Христа. Пусть каждой утешитель живи во мне, Благодать и обитель Твоя во мне. Чтоб я плод приносил, И Тебя я любил, И вечерю со мною Ты разделил. Чтоб я плод приносил, И Тебя я любил, Расславляйте уста, Чтоб пела душа им хвалы всегда. Чтоб имя Христа Расславляйте уста, Чтоб пела душа им хвалы всегда. Слава Господа, слава Господа, слава Господу! Слава Господу, слава Господу! Слава Господу! Слава! Вечная слава! Слава Христу! Хочется сам вести, Пением слиться, В горе искупленных Спасенных Христов, Спасенных Христов, И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, Славу поет, славу поет, Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Слава Христу! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава, слава Христу. Скись на земле людей, церковь томится, В небо стремится, души них увлечет. О, гляди, Господи, видишь, небеса ждет. Тебе единому славу поет, славу поет. Вечная слава, вечная слава, Слава Христу, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный, царственный Божий Сын, Дивный Христос, Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет. И сердце Господу, Богу Единому, Христу Спасителю, славу поет, славу поет. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, Слава Христу, слава Христу. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, Слава Христу. Слава Христу, слава Христу. Слава Иисусу Христу, слава Богу Святому. И ни в коем другом нет спасения, Ни в коем другом нет спасения, И нет другого имени под небом, Данного нам, людям, которым надлежало нам спастись, Которого спасены, которого спасаемся. Вся слава Христу. И благодарю Бога за эту возможность сегодня быть с вами, Делиться словом, свидетельством. И сам я являюсь священнослужителем православной, Такой реформаторской, обновленческой церкви. Как мы еще пишем иногда в газете, которую издаем, Там под, ну в шапке под названием пишем, Газета православных христиан Веры Ивановской. Так что, родичины. Ну а вообще, по большому счету, церковь она одна. Независимо от того, как мы называемся. Кто духа Христова не имеет, тот и не его. Как бы он там и не назывался, как бы он там и... Во что бы он не наряжался, знаете ли. Вот, а действительно, те, которые Христовы, Церковь Христа, Церковь Божья, вот она единая. И благодарен Богу за это. Очень сильно благодарен Богу. Вот, и пользуясь случаем, тоже я сейчас один, Так, в поездке, а вот супруга моя, они уже и дети мои, Уже потом записи посмотрят. Так что, пользуясь случаем, от них привет не даю. Вот, и супруга, потом Инна Сергеевна. Потом, значит, детки наши, было шестеро детей. Вот, и один внук уже, слава Богу. Да, вот на днях один год исполняется внук первому нашему. Так что, началось мое дедство. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вся Иисуса Христу, нашему Спасителю. Если бы не Он, то, ну, я не знаю, я не представляю себе жизни вообще, честно говоря. Где бы были бы мы все и... Ну, это собрание точно не могло бы быть вообще. Мы так не собрались бы никогда. Здесь у нас не просто общий интерес, да, а здесь у нас общая жизнь. Потому что, как говорится, один за всех, вот, и все за одного. Потому что Он за всех за нас пролил свою кровь. И стали мы, на самом деле, близки, не благодаря нам каким-то другим интересам, или чему-то еще, а благодаря лишь крови Иисуса Христа. Благодаря Его жертве святой. Поэтому вся слава Богу. Слава Богу. И, друзья, дорогие, вчера, кстати, вот 14-е число, да, старый Новый год, говорят люди, праздновали. А по церковному, по православной традиции, называется немного иначе, обрезание Господне. Вот, праздник. То есть, когда вспоминаются события, когда Иисуса, младенца, ну, по закону, как положено, Он родился в обычной еврейской семье, благочестивой, религиозной семье. И Его по закону, как и положено, тогда было и обрезали на восьмой день. Вот, как бы, и потому праздник есть такой, даже в календаре церковном, обрезание Господне. И сегодня, хотя обрезание так мы не практикуем, физическое, рукотворное, ну, может, за редким исключением, но сегодня для всех для нас, и обрезанных, и не обрезанных, есть обрезание Христово. Обрезание сердца, обрезание духи, обрезание совлечения греховной плоти, и для всех, и для мужчин, и для женщин, и для обрезанных, и не обрезанных, и для людей разных национальностей, культур, независимо от того, кто мы, где мы. Вот это вот, действительно, обрезание Христово. Вот, но, так же и в преддверии мы крещения Господнего, да? Поэтому тоже хочу, я об этом тоже прочесть. Вот, и... А вначале хочу прочесть из посланий Каринфина. Есть первое письмо Каринф, апостола Павла, 3.16. Вот это вот. Есть Иоанна 3.16, такое знаменитое, все христиане, ну, наверное, думаю, все, если настоящие христиане, конечно же, знают, что такое Иоанна 3.16, даже есть такие наклейки, там написано просто Иоанна 3.16, и уже как бы уже знают, даже не верующие, кто это уже знает. Мы называем это золотым стихом Библии, всей вообще, всего Писания. А вот 1 Коринфянам 3.16, интересно, его можно назвать, ну, причем таким, пониманию церкви вообще, что такое церковь. Золотой стих экклезиологии, как можно сказать, экклезиология, наука церкви. Ну, наука наукой, знаете ли, люди порой имеют разные представления, порой, и богословы разные представления о церкви. Ну, вот интересно, Павел пишет здесь, в 16 стихе, «Разве не знаете, пишет он, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Аминь. Аминь. А давайте вместе прочтем, а? Давайте вместе. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Аминь. Аминь. Мне очень нравится, и вот когда общее пение, как говорят, да, и вот общее чтение такое, в этом какая-то сила есть, на самом деле, особо, когда мы единомышно так говорим одно. И вот великая тайна, храм Божий. Апостол Павел писал этот стих, когда, и вообще вот все это, послание свое, тогда, когда тот храм, Иерусалимский храм, мы его называем, как второй храм, он еще был еще, он еще не был разрушен, он еще функционировал, священники там приносили жертвы, положенные, как по закону было опять-таки положено, мы читаем это в Ветхом Завете, что было положено, как надо было там убивать этих животных, приносить там и хлеб, и все прочее, елей. И вот это совершалось все уже, еще и еще совершалось. Но, тот храм каменный, уже был, ну, пустышки. Ничем. Иисус сказал, потому как о том храме, что все оставляется дом ваш пуст. В Иерусалиме только лишь одно здание имело вот, ну, право называться домом, по сути, это дом Божий, да, это храм Божий. И то, что Иисус сказал, это было очень, ну, страшным на самом деле, страшным приговором. Помните первый храм, да? Соломон построил его. Соломон, потому и называют его часто люди даже, храм Соломонов, хотя это храм-то не Соломонов, а храм Божий. Соломон-то не себе этот храм построил, не своего имени. Он-то строил, вот, отец его замышлял, но, Соломону довелось это все построить. И храм этот был посвящен Богу. Вот, это не просто гостиния, это уже капитальное строение, огромный храм, величественный храм. И, ну, евреи, конечно, и все боящиеся Бога там с разных народов, что приходили на поклонение, конечно же, да, восхищались, вот, и воздавали славу Богу всю, совершали там жертвы, священники, как положено, по чередам своим совершающим, совершали все там, расписано в законе, убивали животных. Вот, работа священников такая была, она больше даже была похожа на работу, наверное, заборщика скота. Потому что в праздники, допустим, пишут исторические такие вот свидетельства, что в праздники столько много скота там было убиваемо, что священники ходили по двору храма по щитовку под крови. Представляете, значит, какая площадь все, да, и все стекало по сути ручьями, стекало, и потом все это в поток сливалось. Представляете, работа священников, и там нельзя было церемониться там с одной скотиной, да, с одним животным, там надо было, там целый конвейер был, представляете, священники убивали, разделывали ту же тушу, что-то отрезали, что-то сжигали, что-то себе там варили, что-то там тут же отдавали народу, кто приносил все это. Вот, ели все, значит, Пасху, допустим, да, Господню там. Вот, и, конечно, работа священников была такая, в основном, связана вот с таким ритуальным убийством скота, вот, и всякого скота. Ну, мы знаем по закону, допустим, если даже ты был самым бедным евреем, бедная семья, и ты, ну, как говорится, Николай не в барах, то хотя бы там самая простейшая была жертва, вот, принцов голубиных, просто голубят принес, вот, и священники убивали этих голубят. Но если ты, конечно, был как-то в состоянии, то уже привозил животных уже покрупнее, конечно же, богатые люди приводили там уже и крупную рогатость в год, значит, как уже побольше животных. Вот, и вся работа в храме, она была вот такой кровавой, в общем-то. И все эти жертвы, животные были не виноваты, конечно, мы понимаем, их кровь была прообразом агнца Божьего, крови Христа. И храм первый, он был величественным, он был красив, и люди восхищались, даже издалека приходили, издатели восхищались этим храмом. Но этот храм был разрушен, мы знаем, да, читаем, в Библии описывается падение этого храма, и его величие этого храма, возведение этого храма, и в Библии же описывается падение этого храма. Печальная история, конечно, этого храма, вот, как все хорошо начиналось, и как все печально закончилось. Вот, храм был разрушен, пришли враги, вот, и мы знаем, что это не просто враги, сам Бог привел этих врагов, и их руками совершил эту кару. И мы знаем, что это не просто произошло, знаете, так вот, несчастным случаем каким-то, нет, причинно-следственная связь есть здесь. Была вина, согрешили мы. Страшные грехи, вот, Израиль допустил страшные грехи, когда народ Божий согрешал, они не забывали, конечно, про Бога Авраама, Исаака, Якова, они помнили Его всегда, да, они в своей истории израильтяне никогда не забывали Бога Авраама, но, к сожалению, как вот написано там в истории священной, мы читаем, что уже призывали иных богов, молились также, не забывая о Создателе, но молились уже и другим богам тут же, и плюс еще идолопоклонство. Все это приводило к падению. Из-за этого всего, из-за того, что народ Божий научился многобожию идолопоклонству, пришло страшное время расплаты, и храм был разрушен, потому что покаяния не было, исправления не было, было лишь усугубление этой проблемой, и вот храм был разрушен. Затем был плен, был позор, перед всем миром позор, вот, и затем было покаяние, мало-помалу, не сразу, мы в Библии читаем, как это все происходило, и хотя храм, он был, казалось бы, ну все уже, до конца разрушен, но, знаете ли, как и выяснилось, не до конца, потому что Божий замысел, он остался все равно. И люди стали возвращаться, мало-помалу, и стали отстраивать храм. Много было у нас врагов, конечно, и приходилось отстраивать, знаете ли, в одной руке держишь меч, в другой работаешь, вот так приходилось, не сладко. Но мало-помалу храм отстраивался, понемногу. Конечно, когда отстроили храм, то старики плакали, потому что они помнили еще пацанами тот храм, каким он был великим. И, конечно, то, что отстроили, это было совершенно, ну, в сравнении с тем величием, какое было когда-то в Израиле, это было уже, ну, никакое сравнение не входило, этим словом. Поэтому старики плакали, и они понимали, что, конечно, до былого величия очень-очень далеко. Но проходили годы, поколения, народ нес и золото, и серебро, сдатели, и их много жертвовали на этот храм. Храм отстраивался постепенно, то есть службы проводились, но он достраивался, перестраивался. Вот во времена уже перед Рождеством Иисуса Христа, будем так говорить, перед его рождением, значит, и вот момент его рождения, вот Ирод был такой, да, великим. Так вот, тот Ирод, ну, хотя он в историю вошел, как вот, именно, даже нарицательный, вот, Ирод, да, такой, то есть, значит, как бы раньше, порой люди говорили, Ирод, ну, называй его, вот, нечестивый человек. Но, знаете, Ирод пошел в историю, как и многие тираны, вот, любитель, вот, себе имя сделать, что-то построить такое, знаете ли, чтобы в веках, как бы. И вот, в том числе, и храм, он решил, ну, богатый человек, мог себе позволить тонны, там, золота, серебра, меди, значит, и рабочих множество, и храм достраивали так, говорят, что, ну, судя по тому, что, сохранились какие описания второго храма, вот, момент пришествия Христа, то он был, ну, не хуже, чем Соломонов, будем так говорить. Возможно, где-то даже лучше, ну, если касательно там, ну, всего украшения, богатства этого. Представляете, какие ворота были поставлены, ворота, в библейской энциклопедии, значит, дается описание, вот, ну, в метрах, чтобы она была, и в сантиметрах, чтобы было понятнее нам, как бы, значит, какие были параметры, вот этого уже достроенного храма, да, и вот, высота ворот, центральных врат, 20 метров, высота, многоэтажка, посмотрите, циклопские ворота, такие ворота, там, любой человек встанет возле этих ворот, скажет, ну, он, он как, муравей какой, знаете ли, вот это ворота, это, тонны золота на нем были, серебра, все это украшалось, знаете ли, то есть, это махина такая, люди видели, да, вот это чудо света евреи сделали, вот это да, но храм, перед тем, как он был вот таким образом украшен, шикарно, конечно, украшен, вот, он тоже переживал осквернение перед тем, лет за 200 еще до Иисуса Христа, этот храм тоже переживал осквернение, кто знает, не знает, это произошло в эпоху между заветами, вот, поэтому оно не описано в Ветхом Завете, частично в Новом Завете немного об этом вспоминается, вот, это было лет за 200 до Иисуса Христа еще, и в народе еврейском до сих пор сохраняется об этом, ну, как бы, память о том времени. Слышали, наверное, о таком празднике Ханука? Да. Вот, праздник, в Новом Завете он называется праздник обновления, помните, в 10-й годе Иоанна, там говорится в 22 стихе, что была зима, был праздник обновления, и Иисус был в притворе Сологоновым, и он как раз на праздник Ханука, или же по-русски обновления, потому что обновление Ханука можно перевести как обновление именно. Но имеется в виду обновление Храма, имеется в виду обновление Храма Божьего. Так вот, и на праздник Ханука Иисус, он как раз и открыл главный рецепт, секрет обновления. Он сказал, в 30-м стихе записано там, «Я и Отец одно». Он это и о себе сказал, и об обновлении настоящем, потому что настоящее обновление возможно именно в единстве с нашим Богом, в единстве с Отцом нашим. Вот, и... Но храм, лет за 200 до Христа, был на самом деле очень жестоко осквернён греко-сирийскими оккупантами, которые пришли и убили много священников, много евреев убили, вот, именно верных Богу. И храм был осквернён, были поставлены истуканы там, идолы в храме, идол Зевса, Антиоха и Епифана, императора тогдашнего царя этого безбожного. Вот, и насчёт других истуканов множество поставлено было. Греки, что сделали, они завели в храм свиней, знали, что для евреев это мерзость, вот, нечистые животные, но они специально умышленно так сделали, завели свиней, и резали свиней, и кровью свиной окрапляли храм, и свиновья сложили на жертвенник. Вот, и для всех евреев, что чтил Библию, Тору, Божье Слово, это было, конечно, ударом подвиг просто, без свернением, капли в коем лицо просто было. И в Израиле вспыхнуло восстание, вот, это были молодые люди в основном, ребята, не военные, не изучавшие военное дело, но патриоты. Вот, и они решили вот, собрать свои еврейские, партизанские отряды. Вот, и боролись с независимостью Израиля. Их в народе прозвали Маковеи. Вот, правоославная традиция нашей, обычно, Маковеи вспоминаем летом. Вот, но, вообще-то, события освящения храма, обновления, были зимой, так получается. Вот, и Маковеи не потому, что маг веет. Слышали, наверное, такую присутствую? Вот, даже там, я уже не раз слышал, такой, что, мол, праздник наркоманов, еще маг приносит храм, светит там. Вот, значит, уже не раз такое слышали. Но, на самом деле, это просто суеверия какие-то. Потому, что, на самом деле, в Маковее, оно не от слова маг совершенно. То есть, это от еврейского слова макаби. 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 Это кувалда, молот. И вспоминают, обычно, такого еврейского богатыря, Иуду. Иуду его звали. Иуда Макаби. Говорят, у него были руки, как ручищи, как кувалда. Одним ударом убивал быка или оккупанта. Вот, значит, говорят, у него и оружие было такое, как бы, у него не было меча даже поначалу. Просто взял с кузницы, взял кувалду и вот ей, как бы, и орудовал. Вот, значит, и плюс еще, почему еще Макаби прозвали его Макаби? Потому что, когда они освобождали какое-то село, допустим, еврейское, и собирали весь народ, и говорили, что все, евреи, вы свободны. Вот, то, значит, они брали истукана, которым заставляли оккупантов поклоняться, и брали молд, и, короче, били этого истукана. Не просто разбивали, а порошок стирали, буквально порошок стирали. И говорили Макаби. Вот, смотрите, вот те боги, которым вас приучали молиться. А наш бог небеса сотворил. Да, а этих богов порошок стирали. Вот. И, в общем-то, так практически наглядно отлучали евреев от этого поклонства. Одним словом. И, в конце концов, вот эти еврейские партизанские отряды, они образовали свою такую, как бы, ну, пусть небольшую, но армию уже. Их так и в народе и звали Макабеи. Вот эти, эту армию. Хотя их было значительно меньше, чем оккупантов. И, тем более, оккупанты были профессиональные, военные были. Это были наемники чаще всего, головорезы с разных стран. Греко-сирийская армия огромная. Но, то есть, люди, которые всю жизнь убивали, как бы, и для них это было обычное ремесло. Но самое интересное, бог давал победу этим еврейским партизанам. И они большие очень армии разбивали, вот, как бы, легкую. Вот, это было, ну, для, и для евреев, и для неевреев всех, это было, как бы, знаком, что, вот, бог Израиля вмешался в ход истории, знаете ли. И однажды Макабеи пришли к Иерусалиму. Иерусалим был осквернен. На улицах этого города были идолы. В самом храме Истукана стояли, вот. И Макабеи, эти ребята, молодые, в основном молодежь была вся. Вот, они возле стен Иерусалима, ну, просто разрывали свои одежды. Знак печали, трауры. И говорили, что, значит, мы лучше умрем по стенам этого города, нашего святого, чем увидим город оскверненным, вот, и опозоренным. И они пошли на приступ. Вот, хотя это было военной авантюрой, потому что на стенах города было гораздо больше армии. И это были профессиональные военные, знаете ли, не повстанцы какие-то. С точки зрения военной науки это было авантюрой. Но Бог, знаете ли, смелость в городах берет. Знаете, вот, Бог сделал чудо такое, что послал свое сверхъестественное оружие, вот, в тот день. Как, знаете, вот, там, крыс разгоняет или кого. Вот страх свой послал. Страх послал. Потому что вот эти, ну, оккупанты, будем так говорить, да, дрогнули, они испугались. Они бежали. Вот, хотя преимущество на их стороне было, чисто военные-то, знаете ли, но они испугались. Они стали бежать с позором. И евреи смогли не только освободить Иерусалим и перебить весь там гарнизон, значит, фактически, значит. Вот, но они и восстановили, ну, как храм, больше или меньше, очистили его. Вымыли, вычистили полностью от всех истокаров. Кстати, они, хотя шли вроде как на смерть, но, знаете ли, позаботились приготовить с собой все и жертвы для храма и священников. То есть, как бы, пришли молиться о дожде, но уже зонтиком. Вот. И, значит, и, ну, правда, одну деталь они опустили. Ну, это было промыслом божьим, так понимаю, сейчас. Что они не позаботились взять с собой масло. Вот, как бы, для миноры. Ну, знаете, храмовый семисвежник, да? Горящий семисвежник храмовый, он собой означал, как бы, ну, символизировал, как бы, в те времена храмового, первого и второго храма. Он символизировал присутствие Бога всемогущего и его благословения. А также собой символизировал Христа. Ну, тогда еще грядущего, еще, да? Не пришедшего. Ну, как бы, символизировал грядущего Христа. Мы знаем, что Христос, Он и есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. И эту веру имели еще залог до рождения Христа. Да, многие еврейские учителя это и говорили. В школе Шамая, допустим, известная школа богословия этого времени, они так и говорили. Задолго до рождения Христа говорили, что Христос, Он уже есть, как бы, Он от века, как бы, Он есть. Просто Он должен однажды явиться. Вот, и Его свет уже, уже сейчас просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Такая формулировка была уже такая, уже интересная. Поэтому Иоанн, когда это цитирует, он, как бы, провозглашает о личности самого Иешуа, да, как Машера, Иисуса, как Христа настоящего. Того, кого ожидали, одним словом. Того, кого, ну, с надеждой которого жили многие поколения евреев. И всех боящихся Бога с разных народов, что присоединялись к Израилю в то время. И вот, значит, да, храм вычистили, вымыли, истуканов всех сокрушили. Священники были готовы уже к жертвоприношениям, животные готовы уже, все. И вдруг спохлотились, масла нету. Стали искать, пожалуйста, нашли лишь один сосуд с елеем, запечатанный именно вот, печатью первого священника. Ну, чистый сосуд, не оскверненный. Один лишь сосуд, но его, этого содержимого, этого масла, этого содержимого сосуда, его хватило бы максимально на один день горения. А до приготовления, как бы, нового масла надо было ждать неделю, не меньше. Ну, там, семь дней надо очищения ритуального и день минимум приготовления. То есть, ну, восемь дней, получается, надо было ждать. Вот, так вот, и представьте, маковеи были перед выбором. Либо им вот сейчас видеть этот дом, вычищенный, выметенный и не служащий Богу, пустой. Либо залить сейчас елей и не то, чтобы на авось небось. Знаете ли, еврейский авось, он отличается все-таки от русского авося, будем так говорить. Еврейский авось, он опирается на все-таки, ну, божье чудо. То есть, это рискует человек, да, как бы, но не просто вот, ну, куда кривая, знаете ли, а вот с Богом рискует. Они рискнули, будь что будет, но будет с Богом пусть все-таки. И они залили это масло и начали служение. И, знаете ли, кто рискует с Богом именно, у кого это авось, но с Богом именно, то, знаете ли, тот не прогадает. Вот маковеи, они рискнули, зажгли это масло. А дело в том, что тушить масло, светильник, нельзя было. Это, как бы, уже все это, исключение храма считалось, ритуальное. Вот, и Бог совершил чудо там, в Иерусалиме все дни. И это масло горело восемь дней подряд. До самого того момента, пока все было приготовлено уже новое масло для сосудов этих, для лампадок. И вот, в знак об этом чуде, в память об этом чуде, вот, до сих пор, до наших дней, вот, зимой, совершается такое празднество Хануга. Ну, оно будет, вот, по-нашему, в декабре, получается. Вот, вспоминаются события эти. То в начале декабря попадают, то в середине, то в конце даже бывает. Вот, как в прошлом году, допустим. И, знаете, вот, эти события вспоминаются как раз вот освящение храма. То есть, храм был осквернен, но он очищен. И вот, друзья, мы живем с вами, братья и сестры, в эпоху третьего храма. Первый храм, второй храм, ну, если не брать, еще скинье. Это были все пара, да и скинье это моя. Это были пара образа. Все. А вот сейчас, настоящее. То было, будем так вот, по дорожку еще. Сейчас уже поправлю начну. Потому что третий храм, он своей славой уже, уже на сегодняшний день даже, превзошел все то, что знало раньше человечество. Слава всех первых храмов. Первый храм, второй храм, о них можно много говорить. Но третий храм, не знаю, о нем я могу говорить постоянно, каждый день. И Павел вот пишет, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Этот храм строится из живых камней. Уже два тысячелетия, стройка тысячелетий. На протяжении двух тысячелетий храм строится на фундаменте великого. Основание этого храма, третьего храма, сам Мессия Иешуа, сам Христос Иисус. Он стал основанием. И на основании апостолов также фундаментальные камни, знаете, как вот, да, крепкие самые камни. На основании апостолов и пророков, имея кроекольным камнем самого Иисуса Христа. Все это здание, сооружение строится. Из живых камней, не из мертвых камней. Этот храм святой, он созидается уже два тысячелетия. Хотя, тоже, я вот очень люблю тему историю христианства. И тоже историю этого третьего храма рассказываю. За двадцать тысячелетия много всего было. Бывало такое, что, давай с ней прийти Господь. Порой казалось, что храм уже осквернен и уже, ну все, проще разрушить даже, чем достроить его. Порой все превращалось в долгострой. Порой казалось, что стройка замерла на века уже все, и уже разрушается то, что построено. Но знаете ли что? На самом-то деле, врата ада не одолели с каждой Божьей. На самом-то деле, даже все самые мрачные века, когда казалось это все долгострой, и казалось, что вся махина была вот так вот величественно строящейся, она вся припадает и разрушится. Нет. Бог все равно сохранял себе остаток. Даже он же так говорит Господь, да, что двое ветрое даже собрано во имя мое, там и я тут посредине. Даже если в каком-то поколении, ну так можно себе представить, лишь два-три человека было верно Христу, в каком-то может поколении, может какие-то в эпоху, может мрачном там средневековье, будем так говорить, да, но все равно при миллионах отступнических, да, церквях, значит, может два-три человека всего лишь было верно Христу, но с точки зрения неба это и была церковь Иисуса Христа. Вот. И у него другой взгляд совершенно, не как у человека. И слава Богу, что пять столетий назад, пятьсот лет назад на стройке этой тысячи лети снова закипела работа вовсю. Началась великая октябрьская христианская реформация 1517 года. Там обычно октябрь 17-го у нас ассоциируется, там, Ленин на Бродивике. А это был Мартин Лютер с тезисами к дверям Бетенберского собора всех святых прибил. Тезисы, конечно же, до конца он в то время и не понимал, как мы порой и сейчас недопонимаем, знаете ли, значит, в какое время живем. Со стороны видней. И сегодня уже, спустя пять столетий, уже очевидно, что это правда. То, что Чарльз Спэрджин еще говорил в 19 веке в Англию, в Лондоне, выступая на эту тему, говорил, что суп молотка этого монаха, говорит, пробудил всю Европу. Ну, можно и Спэрджина дальше продолжить. Не только Европу, и старушку нет, и весь христианский свет, по сути, весь христианский мир. Мало-помалу, вот пять столетий, если вот историю третьего храма, церкви Иисуса Христа, церкви Божьей, церкви Нового Завета, столпа и утверждение истины, если вот историю прослеживать за два тысячелетия, то была эпоха великой деформации, великой деградации церкви, но началась эпоха великой реформации. До 1517-го чаще всего кривая, если рисовать кривую историю, то наша с вами кривая-то, она чаще всего катилась вниз. Порой очень сильно под откос, просто летела. Падение, всяческое, вероучитель, отступление, в рейке называют еще это апостасия, отступление. Знаете ли, отступление от слова Божьего, как было и в эпоху первого храма, и второго храма. Вот, то же самое. Но было покаяние. Реформация – это, по сути, покаяние, исправление церкви. Знаете ли, деформация – это растутничество, а ре – реформация, в отличие от деформации, да, реформация – это восстановление, это покаяние, исправление, возвращение. Кстати, еврейское слово «тшова», переведенное как «покаяние», да, значит, тоже буквально первое значение «тшова» – это возвращение. Вот, блудный сын, помним, да, ну, мы так говорим, притча о блудном сыне, хотя там, по сути, идет речь о двух блудных сыновьях, вот, но старше ему младше. Просто один, так вот, открыто отступил, вот, как бы так, хлопнул дверью, как бы, и все. Хрестоматийный грешник. А второй был такой, ну, приличный грешник, вот, как бы, да, отступник такой красивый, который остался, вроде бы, в доме отца, вот, но, это уж другая история. Но, так вот, и тот, такой, открытый грешник, да, притраматийный грешник такой, вот, младший, так, вот, опозорился так, что оказался, в конце концов, в своем отступничестве оказался возле Средного Корыга. Оказался возле хрюшек и даже жил хуже, чем свинья. Потому что он даже мечтал напитаться тем, что свиньи ели, представляете, то есть хозяева к нему относились, что-то были задние люди, не знаю, но к нему хуже, чем свинья относились, к ним словом. Вот, если бы его там, его потом хрюшкики сажали бы, значит, никто бы даже там и уху не повел бы вообще. То есть он вообще, то есть он жил вообще хуже, дальше, дальше некуда уже просто напрасно, дальше нет, если хуже, чем свинья. Но в таком состоянии, знаете ли, он, написано, пришел, пришел в себя, да, вот это тшува, первое, первое, как бы, тшува, когда описывается, еврейское слово тшува, первое, это прийти в себя вообще, опомнится, что такое, да, надо же, где я вообще, и где я мог бы быть вообще, и где я сейчас нахожусь, прийти в себя, да, это тшува. А если бы он там бы и помер бы, конечно, ну, мало ли же, всякое в жизни бывает, допустим, да, значит, от истощения, там, если бы у него эти свиньи съели бы, значит, то, но все-таки он первый этап, первый шажок к Богу по отношению с делом, вот пришел в себя, по крайней мере, чай, но, слава Богу, его история не так печальна, он не только пришел в себя, да, он еще план продумал, вот я встану и пойду, значит, вот. Ну и, слава Богу, что он не просто философствовал там возле свиного корыта, планы строил, вот, и помер, нет, слава Богу, история его имеет хорошее продолжение, он реально встал и пошел, вот, это хорошая история. Но вот шува, это еще не только встать и пойти, не просто обдумать план и встать и сделать что-то, нет, шува еще это принятие, вот, описывается, когда отец увидел его, да, обнял его, вот его, перстил ему, одежду, хотя он был, ну, хуже, чем бомж последний, знаете ли, но для отца он остался таким же сыном любимым, в этой истории мы видим, да, представляете, и отец его принял, вот, это тоже шува принятия, не просто даже, там, решение, не просто даже идти по отношению, ну, к Богу возвращаться, а быть принятым, обласканным, принятым Богом, вот. Вот, а отшува еще, это также и войти в его жилище, кажется, там и описывается, интересно, в дом, да, ввел его дом, и пир на весь мир они захотели, представляете, да, там теленку закололи, мясо много там, все, гости, вот, а, ну, а старший сын, конечно, повел себя, ну, не по-человечески совершенно, конечно, вот, да. То есть, как бы, вроде, как бы, все время с отцом, но, как говорится, ткни его, и вот, сразу завоняло, вот, значит, да, значит, и видно, что его сердце было, на самом деле, не с отцом, а где-то там, с друзьями, с козленками, где-то, с кровать, вот, вот так вот. То есть, по сути, это притча о том, что всем нужно покаяние, и праведным грешникам, и тем, кто ушел, и тем, кто остался, вот, всем, всем, всем. Вот, все это еврейское слово отшува, а так, по-привычному, словом, реформация это можно назвать. Реформация, латинская, да, это, в принципе, это восстановление, покаяние, исправление, возвращение. Есть деформация, это деградация, отступничество. В истории христианства деградация, она, да, конечно, была многовековая, отборная. Но пять столетий назад началась Великая вот эта реформация. Эпоха Великой реформации, восстановление церкви, слава Богу. Мало-мало, понемногу, да, но кривая нашей истории пошла вверх уже. Покатилась вниз, а эта пошла вверх. И, интересно, вот, в конце, получается, XX века, да, где так давно, Билли Грэм, вот, на одном из там последних русейтов, огромных, евангелизационных, он, значит, сказал такую фразу, значит, и потом в его книге-то есть тоже, что за последних 30-40 лет, говорит, XX столетия, вот, обратилась к Богу, приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя, Господа своего, вот, и приняла крещение в согласии со своей верою, как обещание Богу и спрашивание у Бога доброй совести. Вот примерно столько же, даже приблизительно, примерно столько же людей за последние 30-40 лет, сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую в 19,5 столетии. То есть даже самый приблизительный, так вот, осмотр истории показывает, что мы живем в уникальнейшее время вообще. Вот, многие очень регионы, там, Африки, Латинской Америки, там, Индокитая, вот, за эти вот последние десятилетия пережили огромнейшие вот такие, ну, не знаю, перемены просто-напросто, массовое обращение, крещение, вот, исправление. То есть стройка кипит, друзья, потому что каждый упокаившийся грешник, да, каждый обращенный к Богу человек, вот, это уже еще в этой стройке великое участие принимает. Слава Богу! Ну и, конечно, не только храм Божий, да, храм Божий из живых камней, но это история и каждого камня в отдельности живого. Вот, это история каждого христианина в отдельности. Потому что в каждом, знаете, как многоклеточный организм, множество клеток, но в каждой клетке информация, вот, у меня множество клеток тоже, да, но в каждой клетке информация обо мне есть, кто я такой. Вот, и в теле Иисуса Христа множество этих живых камней, живых клеток этих, да, и в каждой клетке, если она живая, реальная клетка, то в ней информация вся о живом, здоровом, крепком Иисусе Христе. Слава Богу! И вот два тысячелетия прошло, знаете ли, друзья, и Богу благодарен я за то, что и сегодня Церковь Иисуса Христа – это живые камни, это живые души, возрожденные от Слова Божьего. И сегодня это действительно чудо совершается, то есть слова Иисуса Христа, они исполнились буквально. Врата ада, не одолели Церковь Божьей. Мне еще нравится перевод, буквально перевод, у Матфея, вот это 16-й разговор, там 18-й разговор написано, что буквально, в значении слова, перевод в греческом буквально, там говорится, я создам Церковь мою, или я создаю Церковь мою, и врата ада не устоят перед ней. Буквально не устоят перед ней. Здорово, мне очень нравится это. И тот перевод, синодальный, нравится тоже, но вот тот оригинальный, как бы, еще больше нравится. Потому что в оригинальном тексте там идет речь даже не об оборонительной войне, как бы, да, а о наступательном сражении. Говорится не просто там, что мы, как бы, не дожиру, мы бы живу, знаете, как-то доживем. А там говорится о том, что, ну, церковь наступает, церковь побеждает. Церковь не просто ведет такую окопную войну, такую, как бы, и вот еле-еле обороняется. Нет, она наступает, и врата ада не устоят перед Церковью Божьей. Аминь. Слава Богу. Да, и если до 1917 года на самом деле в истории христианства, ну, да, Божья оборонительная война, то здесь уже наступательная евангелизация. Ну, и, по сути, каждый из нас вот сейчас вот история христианства, каждый из нас. Живая история живого христианства. Слава Богу. Вот, и Церковь Божья, Храм Божий, Святой, это мы, каждый из нас в отдельности. И все мы вместе, верующие, по-настоящему, верующие, возрожденные, это Храм Божий. Бог, Дух Живой, Дух Господний, Роаха, Кадош, Дух Святой, Он живет в Своем Храме. Этот Храм, он был близок к разрушениям, кто родит Храм Божий, который покарает Бог, это Храм Святой, и Бог ревнули о Своем Храме. А чем Храм был разрушаем? Вот первый Храм, допустим, второй Храм, я вам рассказывал немного сегодня, да, из Писания мы видим падение первого Храма. Из-за греха был разрушаем. Даже самый великий Храм, вот, знаете ли, и третий Храм, из-за чего он вообще, ну, разрушаем, чем он разрушаем? Ничем-то другим. Внешне никак его не разрушить, знаете ли, вот, только лишь изнутри можно разрушить. Вот, и Церковь Божья ее не одолеет, не так, врата-то не одолеет. Вот, единственный способ разрушить Церковь Божью, это изнутри разрушить ее. Других способов не существует. Это потому что модель непобедимая совершенно. Голова Церкви, это сам Христос, вот, основание Христос, то есть, как бы, ну, представляете, это просто-напросто, ну, гиблое дело, ломать такую Церковь, невозможно. По аналогии, пример такой для себя, некоторые древние храмы, вот, строились церкви, православные такие, знаете, там, ну, там, ну, там, называется, ну, качественно очень строились. Я уже не раз такие истории слышал, вот, там, значит, там же и на яйцах все, значит, растворы, вот, значит, и, как бы, и камни такие, и такое, что взрывать, не взрывать, сколько раз такое было еще, там, в 20-е годы, 30-е годы, там, допустим, послевоенные годы, некоторые пытались храмы, там, взрывать, допустим, соседнее здание рушится, значит, а храм хоть бы что вообще, представляете, вот, потом плюнули, ладно, под музей пойдет, как мы все, вот, то есть, вот, вот, сделали как, а, качественно. Так вот, а храм Божий, именно истинный храм Божий, его там, вот, взрывая, не взрывая, вот, ну, бесполезно вообще воевать с ним. Вот, один лишь способ продружить храм Божий, и брат это знает прекрасно, это слабое место, вот, потому что имел уже, сатан, вы говорите, там надо, имел опыт, значит, разрушения и первого храма, и второго храма, вот, и вообще опыт войны с народом Божьим у него уже такой многовековой тоже, вот, это грех, это отступничество, это, когда, знаете ли, христиане, вот, на сегодняшний день, допустим, да, живые камни третьего храма уже, когда дают сами камни слабину уже, вот здесь уже, конечно, знаете ли, беда. И, конечно, самое первое, вот, из-за чего храм рушится-то, вот, это, ну, если по порядку храм брать, то, как вот и первый храм был разрушен, многобожие первые сразу же, но здесь у протестантов, как бы, все-таки, слава Богу, сильная сторона, вот, значит, если брать христианство, вот, в целом, то, конечно, вот, православная церковь, вот, традиционная, вот, католическая, к сожалению, то есть, ну, больше половины всех христиан на земле, однозначно, к сожалению, ну, христианство очень трудно назвать, честно говоря, вот, по большому счету. Почему? Потому что, когда человек верит в Бога, да, молится к Богу, да, но он, когда молится тут же еще и кому-то еще на стороне, знаете ли, то в глазах Бога это страшный грех, который в Библии сравнивается с супружеской неверностью. Когда, значит, супруг, он, как бы, есть свои супружеские отношения, да, супруга имеет, значит, но и на стороне гуляет. Вот, вот, в Библии, поэтому Бог, когда обращался к Израилю, и, значит, когда обличал свой народ, то называл свой народ, именно, находящийся в многобожии, называл прелюбодейцей, называл плутницей, значит, и это не было просто оскорблением, это была констатация фактов. Он рассказывал через пророков, по сути, обличал свой народ, но он призывал к покаянию. Каждый раз Бог призывал к покаянию. И, знаете ли, потому что, когда Господь в те моменты истории Израиля, когда Израиль сохранял верность к Богу, приходил через пророков, посещал свой народ и говорил своему народу, то Бог говорил уже не как блуднице, да, а как к своей возлюбленной, как к своей жене. Он говорил, действительно, вот слова любви. И, кстати, когда, значит, еще до Христа, еще до рождения, накануне рождения Христа, когда, значит, богословам, тогдашним раввинам, учителям Израиля задали вопрос, что есть основное, как бы, в Библии, в Торе, в пророках, в Писаниях, во всех еврейских. Вот именно, как бы мы сейчас сказали бы, золотой стих. Какой есть стих Писания, который, как бы, открывает собой всю Библию, тогдашнюю, да, до написания Нового Завета. И вот интересно, как мы сейчас говорим, Иоанна 3,16, да, и мы сразу говорим, это золотой стих Библии. То есть мы как бы понимаем, что, значит, эти слова, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что этот стих, эти слова, они, как бы, открывают всю Библию, так или иначе. И поэтому обычно проповедникам мы говорим так, что, вот если уразумеем вот этот стих, поймем его, то мы поймем всю Библию. Если не поймем, то ничего Библии не поймем, по сути. Вот, этот стих открывает собой все Писание. А вот до Христа вопрос примерно такой же стоял перед учителями Израиля. Вот в школе Шамая, в школе Еленя. Вопросы тоже один, но это просто печально. Но самое интересное, школы, тогдашние, богословские, они между собой спорили по разным поводам и без повода. А здесь пришли к одному и тому же мнению. То есть, как бы, обозначили, что, ну, один тот же стих. Из книги, самое интересное, из самой странной книги Библии вообще. Книга Ширгаширим, она называется оригинально, а так, Песни песней. Песни всех песней. Это песни любви. И песни всех песней. Как, вы знаете, вот есть там, не знаю, Несалюни Шрисоль, там, как-то, как-то можно выразиться. Это песни всех песней. Песни любви. Песня очень странная, эта книга вообще, потому что, в отличие от других всех книг Библии, Торы, там, Пророков, Крисаний, то, значит, в этой книге нет имени Господа вообще. Ну, и еще есть другая такая тоже странная книга, книга из Сфилии. Но там хотя бы есть какой-то намек на имя Всевышнего Бога. Вот это тетраграматон. Йот хей вап хей. Обычно, которая, как и Бога, или Яквы, произносима сегодня. Так вот, но в книге «Песни песней» даже нет намека на имя создателя. Поэтому эту книгу многие учителя как бы сомневались даже, как бы называть, ну, откровенно, библейской книгой. Но с самой древности глубокой учителя многие Израиля соглашались лишь ее называть Библией лишь в том смысле, что она, да и тем более тематика там этой книги довольно странная, она же говорит о любви мужчины и женщины. Вот. То есть, казалось бы, значит, не о Боге, не о Создателе совершенно. Но с другой стороны, учителя в древности также говорили, что здесь на примере вот любви мужчины и женщины говорится о любви Бога и к своему народу, да, и народа к Богу. И также души человеческой каждого верующего, индивидуума, да, его.